Абсолютный чемпион Европы по пауэрлифтингу намерен судиться с макеевским магазином спортивных товаров. Константин Величко говорит, попал на рекламное фото, не дав на то согласия. Семейный портрет луганского силача около года украшал витрину магазина. Чем закончился скандал, знает Александр Наумов. Еще недавно на витрине этого макеевского магазина спорттоваров, среди изображений силачей красовалось фото абсолютного чемпиона Европы по пауэрлифтингу Константина Величко. Титулованный спортсмен заявил, его сделали рекламой без согласия. Не доумевает, как в макеевку попал снимок из личной фотосессии. Первое, наверное, было удивление, откуда в макеевке еще эта фотография. То есть, ну, маленький шок такой. Адвокаты спортсмена утверждают, фото Константина Величко и его жены использовалось магазином около года, а это нарушение авторских прав. Обратились в милицию макеевки с заявлением. Частный предприниматель, с которым мы пытались провести переговоры, наладить диалог, распальцованно рассказал нам, что ребята, вы тут ничего не выгорит у вас, и куда хотите туда и обращайтесь. Макеевские коммерсанты говорят, заказывали макет в рекламном агентстве и не знали, кто изображен на снимке. После обращения спортсмена тут же сняли изображение с витрины. Приехал сам спортсмен, сказал, дайте 20 тысяч гривен за то, что висит моё изображение на вашем магазине. Вот, я пояснил, что никакого злого умысла не было в наших действиях. При нём позвонили в рекламное агентство, там сообщили, что это изображение было получено из открытого доступа. В рекламной кампании, которая изготовила плакат, говорят, у спортсмена нет прав на эту фотографию, ведь в сети интернет нет ограничений для её скачивания. Более того, рекламщики уверены, за нарушение авторских прав ответственность несёт директор магазина. Макет мы заказывали у фрилансера в интернете, да, делала девочка, потому что там не успеваем делать свои макеты. И, собственно говоря, макет этот утверждал директор магазина. То есть он должен был проконтролировать, какое изображение будет у него находиться на фасаде. Независимые юристы предполагают, спровоцировать конфликт могла и третья сторона. Очевидная ситуация, что этот снимок делал не самостоятельно спортсмен, а делал фотограф, он обладает авторским правом на этот снимок. И он решает, каким образом распространять его, бесплатно, либо за плату. Луганский чемпион намерен идти до конца. Сейчас его адвокаты готовят судебный иск. Однако, кто в деле будет ответчиком, пока не ясно. Александр Наумов, Наталья Трофимова, Виталий Богайчук, Олег Притыкин, Телеканал Донбасс.